Итак, говорить мы сегодня будем о коррекции ногтей с поднятием свободного края. То есть мы знаем, мы работающие мастера, нам часто попадаются клиенты либо с анихогрифозной натуральной ногтевой пластиной, либо со стандартной, но у которой все равно указательный палец, средний палец может при отрастании, как бы условно говоря, клевать вниз. Я вам даю сейчас небольшую такую схемку, чтобы мы могли рассмотреть, как же мы должны поступить с таким ногтем во время коррекции. То есть мы должны с вами поднять свободный край. Так, минуточку, я отключу комментарий, чтобы было хорошо все видно. Вот так вот. Так, чтобы поднять свободный край. То есть что такое вообще коррекция, да? Коррекция это не только восстановление архитектуры искусственного ногтя, это еще и практически полная замена материала, да, который уже у клиента был, который через 3-4 недели теряет свои свойства, которые начинают разрушаться на молекулярном уровне. Поэтому у нас еще происходит полная замена материала. В данном случае у нас на схеме изображен френч, но совершенно не имеет значения, какую коррекцию вы на что будете делать. У вас может прийти клиент с френчем, вы сможете во время коррекции сделать ему ногти под покрытие под лак, или в технике под лак, как мы говорим. Либо же наоборот, у вас клиент пришел с ногтями, покрытые лаком, вы можете во время коррекции сделать ему френч. Коррекции, в принципе, делятся на несколько подвидов. Когда мы поднимаем свободный край, когда мы опускаем свободный край, для трапеции, в трапециевидных ногтях свободный край всегда растет вверх. Мы очень часто во время коррекции опускаем свободный край. Либо поднимаем, либо просто меняем дизайн, либо переносим линию улыбки. То есть в коррекции существует несколько видов. К сожалению, все сейчас я точно рассказать не смогу и показать. Будем идти, как говорится, маленькими шагами. Начнем с коррекции в технике под лак, но при этом мы будем поднимать свободный край. Обратите, пожалуйста, внимание, я буду восстанавливать архитектуру, я буду выкладывать материал таким образом, чтобы у меня нижняя боковая параллель поднялась и соответствовала центральной оси пальца. И то же самое будет происходить с продольной аркой. Мы поднимаем продольную арку, чтобы она была параллельно нижней боковой параллели и параллельно центральной оси пальца. То есть материала, как вы видите, придется выложить достаточно много. Что я обычно рекомендую делать? Рекомендуется коррекцию, такую сложную коррекцию с поднятием свободного края не делать на сильно длинные ногти. У нас схема, как бы достаточно большие ногти, достаточно длинные, но это просто из-за того, чтобы показать ученику наглядно, насколько мы можем поднять свободный край. Но в жизни на такую длину мы свободный край не поднимаем. Это выходит очень нерентабельно для мастера, потому что будут очень большие затраты материала, очень большие затраты временные. И могу сказать по практике, мы пытались на длинные ногти делать такую коррекцию, результат не поражает своей красотой, скажем так. Поэтому качественную работу можно еще и не получить при этом. Могу сказать, что по времени вы будете поднимать длинные ногти дольше, чем если бы вы сняли и смоделировали новые. Поэтому если у вас клиент ходит с длинными ногтями, он любит длину в искусственных ногтях, лучше ему делайте перенаращивание. Итак, моделью у меня сегодня чудесный наш преподаватель Инночка Гончарук, у которой ручки плачут по коррекции. Привет, девочки. Да, у нее ручки плачут по коррекции. У нее в данном случае... Нет ногтей. Да, частично. Нет ногтей ее. Есть на руке, был смоделирован миндаль. Где там наши ручки. Был смоделирован миндаль. Мы из них сейчас поднимем свободный край и сделаем форму квадрат, полностью убрав весь как бы старый дизайн. Это немножко задержка у меня с картинкой, поэтому я хочу сейчас посмотреть. То есть у нее ногти отрасли вниз, может быть, недостаточно. Низ как изображено, допустим, у нас на картинке. Но здесь все равно придется поднимать продольную арку. Здесь все равно придется поднимать свободный край. Ну что, я тогда буду начинать уже работать. Переходим к практике. На практике вам еще буду дополнительно рассказывать и показывать какие-то нюансы. Итак, девчонки, работаю я фрезой барабан. Включаю фрезер. Значит, включаю фрезер приблизительно на скорость, приблизительно больше 20 тысяч оборотов. Это же твердославная фреза, и она требует достаточной скорости. Первое, что я делаю, если у вас клиент с короткими ногтями, мы длину не трогаем. Но если у нас достаточно длинные ногти, достаточно сильно отрос в свободный край, мы сначала снимаем свободный край. То есть убираем длину. Смотрите, там хорошо видно. Следующее, что я буду снимать, я буду снимать весь материал до тонкой-тонкой подложки. Хочу обратить ваше внимание, что во время коррекции вы обязаны визуально заузить ноготь, то есть спилить толщину боковых сторон, так, чтобы ваш ноготь визуально заузился. Нам это заужение очень нужно для того, чтобы мы могли выложить новый материал на боковые стороны. Итак, первое, что я делаю, я снимаю толщину боковой стенки, фрезу приподнимаю вверх, в другую сторону я фрезу держу вниз. И теперь спиливаю весь материал до тонкого-тонкого слоя. Чем тоньше вы спилите материал, чем тоньше слой у вас останется, вернее, тем больше, тем как бы изящная ноготь будет в готовом виде, новый. Так, я фрезой не задерживаюсь ни в каком месте, я ею сильно не придавливаю на поверхность для того, чтобы возбуждение, перегревание. И стараюсь передвигаться фрезой по поверхности, не останавливаюсь в одном месте надолго. А к нам тут гостья зашла. Танечка Макарова заглядывает. Она подглядывает, а не знает, как коррекцию делать. Ну, поздоровайся с девочками. Снимаем. Пока идет подготовка, мы можем передать привет. Всем привет! Всем привет! Ну что, у вас сегодня тут вообще крутая тема, коррекция. Вот это тоже пришла посмотреть. Обожаю. Подглядывай, Танечка. Так, Ирочка, возвращаемся. Смотрите, девчонки, я опилила свободный край, сняла материал с натуральной ногтевой пластины, то есть максимально тонко, насколько я могу. Но сам край, вот этот рожький край, саму часть, где остался глянец, где остался финиш, я никогда не спиливаю барабаном. Я беру фрезочку, нашу любимую, конус, елочку, не знаю, все ее по-разному называют, но это наша самая-самая любимая фреза. Мы очень много разных операций проводим, да. И уже вот эту часть, если где-то есть отслойки, я снимаю либо этой фрезой, либо фрезой кукурузской, с красным ободком, которая подходит для натуральных, когда мы снимаем гель-лак с натуральной ногтевой пластины. Помните, да, помните, что наша задача, мы как доктора, да, как клятва Гиппократа, не навреди. Своечки небольшие. И здесь у меня еще остался цвет, я могу аккуратненько еще снять цвет, чтобы он мне потом не помешал, не остался где-то внутри под ногтем, если не удастся выпилить в боковых сторонах. Убрала цвет. После этой фрезы я дорабатываю поверхность пилочкой. Щеточку. Убираю пыль и дорабатываю поверхность пилкой. Чунги, очень важно хорошо снять еще искусственный материал в зоне латеральных валиков. Теперь я пилкой работаю аккуратно, потому что у меня осталась очень тонкая подложка, чтобы ее не обломать. Конечно, это не критично, если подложка обломается, мы все снимаем, ставим шаблоны и моделируем новый ноготь. Но все-таки у нас сегодня коррекция, давайте отрабатывать коррекцию. Убираю. Убираю. Сейчас я выполню стандартную подготовку ногтя перед моделированием. Включаю свои фрезочки. прохожу фрезой, мелкоабразивной, красным ободком, номер 19, да? Я всегда путаю 19 и 18, но это у меня какой-то бич. можно проходить сразу по всему контуру, можно проходить, переключая... можно проходить от центра в одну сторону и от центра в другую сторону. То есть наша задача сейчас максимально, максимально отодвинуть эпонихи, боковые валики, максимально раскрыть натуральные ноготь, для того, чтобы у меня была возможность как можно глубже положить искусственный материал. Проработала 18 фрезой, и дальше беру тоненькую резочку номер 12 и прорабатываю по тому же принципу. В одном направлении и в другом направлении. Модель, вам не больно? Нет, не больно. Это такой кайф, когда тебе кто-то делает ногти. Ногти. Да, да, себе всегда очень сложно делать. Я уже не говорю, что когда себе сложно делать левой рукой. Ногти получаются такие, знаете, нарастили, как левой рукой. и подшлифую барабанчиком, чтобы мне не мешало и выкладки. Наша задача очень хорошо максимально открыть натуральную ноготь. Девочки, если у вашего клиента там катастрофа с маникюром, да, то вы можете выполнить полноценный маникюр. Только следите за тем, что вам потом опиливать ногти пилочкой, да, и чтобы пилочкой уже не поранить клиента. Иногда лучше приподнять кожу клиенту, поднять ипаниги, поднять кутикулу, скажем так, и после моделирования, после опила пилкой убрать, потом выполнить процедуру маникюра. Так, подняла. Обожириваем поверхность. Обрабатываем нил-препом, да, и я бы сейчас убрала вот эту пыль, потому что мне нужно выкладывать, поэтому я складываю салфетку. Сейчас стараемся, девчонки, работать так, чтобы на столе было чисто. Вы опилили ногти, если у вас нет вытяжки, салфетку сложили, у нас просто в данном случае в этом классе нет вытяжки, с которой можно было бы работать, поэтому я просто уберу пыль. обработали натуральный номер, да. Теперь, для того, чтобы была хорошая адгезия искусственного материала с натуральной нотевой пластиной, мы обязательно будем использовать наш любимый базовый гель Рабер-Архитектор. Наносим мы его небольшую капельку на каждый ноготь и дальше кисточкой, в данном случае мы такой язычком таким, хорошо распределяем его максимально близко к зоне кутикулы, или, как говорят, под кутикулу, хорошо-хорошо в боковые валики, только все равно следим за тем, чтобы кожа не касаться. И ставим в лампу, полимеризуем его две минуты. Вот на это время мы включим комментарии пока. Девочки, мы будем периодически на две-три минуты включать, пока будут в лампе находиться у нас если есть вопросы, можете быстренько задать, у нас две минуты. Привет, девчонки, привет, кого не видела еще. Так, мы смотрим, вопросов особо нету, да, скорее всего, уже появится, возможно, в процессе, когда будем заканчивать, может, кто-то не получит ответ на свой вопрос, в плане, не увидит его в самой практике, да, в самой работе. Девочки, праймер мы не используем, мы используем базу Рабер Архитектор, она является как праймер, она очень хорошо проникает, у нее очень хорошая адгезия с натуральной ногтевой пластиной, поэтому она работает как праймер. Какая минимальная длина выкладного френча? Девчонки, во время коррекции я не рекомендую делать длиннее, чем две клеточки в свободный край. Хочу ваши формы, а в России их нет. Да, не знаю, надо уточнить, в Самаре вроде бы должны были быть. Напишите в директ, эфир, эфир сохраним, да. Формы есть Paris Ness, вот, точно, мы отправили, мы начали сотрудничать с этим магазином мультибрендовым, поэтому там уже, там есть наши формы. Давно начали? В 17.00. А что у вас за вопрос, когда будете? Может быть, повторите, что за вопрос, когда будете, где будем? все очки запилила. Итак, снимаем дисперсию, отключаем комментарии, да? Да, отключаем комментарии и будем продолжать дальше. Итак, если я посмотрю сейчас на ноготь при виде сбоку, вот у меня центральная ось пальца, вот у меня, я буду моделировать высоту апекса и мне нужно насколько поднять свободный край. отработать, девочки, полигелем, быстро, четко, да, такой материал, которым хочется работать. хорошо наносится, хорошо выкладывается, отлично держит форму, не растекается, поэтому мы уже забыли немножечко, что такое гели, да? девчонки, набираю материал, ставлю на центр натурального ногтя. Как у нас любят говорить Макаровым, что полигелем работать не только быстро, но и весело. Итак, работаю я кисточкой для полигеля, который имеет два, две кисточки, то есть два края. Один край кисти лепестковая гелевая, второй край обычная кисточка для моделирования акрила. Я поставила каплю полигеля и теперь из этого шарика я формирую мягко говоря такой условный блинчик, который у меня повторяет форму кутикулы и форму боковых валиков. Я не подвожу очень близко материал, потому что мне нужно будет еще подойти и его потом там хорошо прижать. Поэтому я вначале просто формирую как бы этот блинчик свой, условно говоря, по форме кутикулы и боковых валиков и акриловой кисточкой, акриловой частью формирую свободный край. Я стараюсь распределять материал равномерно, такими очень-очень аккуратными мягкими движениями и стараюсь сразу сформировать форму свободного края. Так как мы будем сегодня делать квадрат, то я сразу вывожу углы 90 градусов и теперь кисточкой аккуратно прижимаю материал в зоне кутикулы и боковых валиков. Девочки, когда работаем кистью и полигелем, кисточка у вас должна быть сухая. То есть мы ее промываем в спирте. Но и обязательно хорошо-хорошо промакиваем. Иночка, не шевелитесь, пожалуйста, модель. И стараемся кистью сразу сформировать ровную продольную арку, зону апекса, сразу форму свободного края и контролируем подняли ли мы свободный край. Могу сказать так, что в данном случае нога немножко больше клюнутый, я бы немножечко еще чуть-чуть приподняла. Поэтому я буду сейчас полимеризовать это количество материала и на свободный край немножко добавлю, чтобы приподнять его. часто бывает так, что мы выкладываем ... чуть-чуть порисуем секунду, да? Уже когда у нас материал выложен, вот вы уже нанесли материал во время коррекции. обязательно поставьте пилочку или кисть визуально на точку апекс. Поставьте, чтобы пилочка или кисть или чем вы там можете померить, пилочкой, кисточкой, поставьте так, чтобы она касалась точки апекса и была параллельно продольной арке. И вы тогда увидите, хватает ли вам материала, достаточно ли вы хорошо подняли свободный край. Если у вас еще есть как бы зазор, то есть я выставила ровно карандаш, а у меня еще не касается крайней точки свободного края. Поэтому мы можем достраивать материал еще, чтобы продольная арка была у нас идеально ровной. Поэтому у нас во время коррекции и получается, даже если мы работаем с короткими ногтями, но во время коррекции у нас в торцах получается достаточно большая толщина материала. Посмотрим, давайте Иночка вашу ручку немножечко застроим. Вот я смотрю вот так визуально, смотрю, что мне не хватает немножко материала, поэтому я еще приподнимаю. таким образом я приподнимаю свободный край уже конкретно. Я ставлю материал на свободный край, вот так вот кисть как бы отжимаю, ну не кисть в данном случае лопатку, если бы это был гель, то я бы таким образом выложила бы гель. формирую с этой стороны такой небольшой как валик и буду вытягивать его теперь к середине, то есть к апексу. Вот таким образом уже от себя. И еще раз контролирую верхнюю арку. Дело в том, что ноготь мы должны постараться выложить идеально. Почему? Потому что опиливать мы будем ноготь сверху, а потом нам нужно будет изнутри выпилить всю вот эту толщину выпилить с помощью фрезы. чем красивее арку вы выложите верхнюю, тем легче вам будет выпилить арку внутреннюю. Поэтому следите, чтобы материал был максимально равномерно распределен. Смотрите, еще такой момент. Когда я поднимаю свободный край, скажем так, наибольшее количество материала у меня находится в центре ногтя. То есть я стараюсь по продольной арке выложить больше материала, чем на боковых сторонах. Боковые стороны я стараюсь сразу сформировать параллельными друг к другу. То есть я не выкладываю материал вот так вот, знаете, чтобы ногти клишили. А сразу выдерживаю параллельность боковых сторон. И теперь я дополимеризую вот эту часть, которую мы докладывали. все, арочка у нас ровненькая. Ставим, полимеризуем в лампе. Не забываем после работы акриловую часть кисти промыть в маномере. И сейчас мы будем с вами переходить к апилу ногтей, к апилу формы квадрат во время коррекции. Совсем недавно, буквально несколько дней назад у нас Иночка Гончарук проводила прямой эфир по схеме апила формы квадрат. Я надеюсь, все видели. Я надеюсь, что все записали себе. Очень важно было записать порядок шагов. То есть порядок шагов, какую зону мы в какой момент апиливаем или в какой очередности. Потому что на самом деле когда мы работаем уже во время коррекции мы несколько шагов будем менять местами. То есть тот апил, который давала Ино, он подходит для новых ногтей, для нового моделирования, для свеженьких ногтей, скажем так. Если вы помните, давайте сейчас с вами быстро пройдемся. Первым шагом у нас была длина свободного края. Есть так, длина свободного края. Очередность несложена, немножечко. Думаю, не страшно. Вторым шагом у нас была боковые стороны. То есть мы пилим, боковые стороны пилятся у нас от свободного края до стрессовой зоны, или до точек вроста. Второй шаг. Третий шаг. Мы опиливаем продольную арку и наш условно такой граненый стаканчик, мы говорим, да, или эффект диаманта. то есть напиливаем наши грани. Четвертым шагом мы их округляем. Шаг номер четыре. Идет округление. Тут, Идочка, если помните, рассказывала, мы проводили опил локтем. Даже показывали, да? Да, показывали, да, я сейчас буду, конечно, тоже все это опиливать еще раз. Показывать, рассказывать, что, Ирочка, нету? Схемы-то и нету, да, там же получается еще будет. Итак, шагом номер пять, шагом номер пять, мы опиливаем нижнюю боковую параллель, рисую, потому что не можем найти схему. Мы, знаете, такие люди творческие, ничего найти никогда не можем. У нас вообще не студия, а Бермудский треугольник. Что бы мы не искали, мы не можем найти, находим на третий день. Шаг номер пять, опиливаем нижняя боковая параллели. Шагом номер шесть, мы опиливаем, мы используем фрезу, конус. Мне когда-то на курсе сказали, а что вы мороженое нарисовали? с помощью конусной фрезы мы опиливаем зону кутикулы, зону апекса, грани боковых валиков. И этой же фрезой мы опиливаем, если нам нужно подровнять торец, если мы там что-то напортачили, бывает же и такое, плохо поставили шаблон, то мы выводим толщину торца. И шаг номер сейв, у нас это наш любимый фотошоп, когда мы пилочкой просто прорабатываем всю поверхность такими мелкими-мелкими-мелкими штрихами, просто как бы вылизываем поверхность. В субботу закончился курс, и девочка на шестой день курса говорит, я поняла, что такое фотошоп, после того, как вы сказали слово вылизать поверхность. То есть мы мелкими-мелкими штрихами будем дорабатывать нашу поверхность. Так вот, во время опила, то есть во время коррекции опил будет несколько видоизменен. Итак, я сейчас буду начинать пилить и возвращаться к тому, о чем мы с вами говорили. Снимаем депрессию у модели. Депрессия в том месте. Старайтесь хорошо девчонки снять дисперсию и в валиках, потому что пилочка моментально забивается. шаг номер один я буду прямо пилить на схему. страшного. Шаг номер один. Мы опиливаем свободный край, жестко держим пилку и пилим и пилим свободный край. Шаг номер два. Боковые стороны. шаг номер шаг номер два. Боковые стороны. Пилим боковые стороны. Пилочка приподнята. Девочки, мы не пилим в кутикулу. Вот так. Огромная ошибка. Почему перепиливаются стрессовые зоны ваших клиентов? Потому что пилим держим пилочку неправильно. Я даже пальцем своим фиксирую палец стоит у меня в стрессовой зоне, чтобы у меня пилочка туда никак не проскочила случайненько. Хватка у вас тоже железная. Да? Это видно, кто-то от меня пострадал, да? В время курсов. Обязательно проверяю, насколько ровно я опилила свободный край. Часто бывает, что у мастера один угол выше получается, другой угол ниже. Поэтому я обязательно приподнимаю палец и смотрю, насколько ровно у меня получился свободный край, насколько правильные у меня получились углы вот эти 90 градусов. Следующий шаг наш, номер три. Продольная арка пилим от свободного края до точки апекс. Я обязательно всегда проверяю вот таким образом, ставлю пилочку, получилась ли у меня ровная плоскость. Пилим следующие ровные плоскости. Слегка поворачиваем пальчик и пилим еще одно ребро. Слегка поворачиваем пальчик и пилим еще одно ребро. Можно делать таким образом, можно после продольной арки пилить только одно ребро. Но, как показывает практика, если пилите два, легче потом выполнять следующий шаг. в данном случае, я опиливаю вот эти ребрышки практически до зоны апекса. Да, потому что у меня тут не френч. Следующий шаг, я буду смягчать, теперь сглаживать наши ребра. Я буду ставить пилочку на боковую сторону и пилить до центральной продольной арки направление пилочки перпендикулярное. Упор пилки в ту зону, где упор пальца в ту зону, которую я опиливаю. Обратите внимание, движение пилочки. Я не могу сказать, что я пилю, я больше выглаживаю теперь. Моя задача теперь щесать вот эти ребрышки, которые у меня появились после третьего шага. Итак, я делаю несколько движений, обязательно проверяю через торец, насколько хорошо я опилила поверхность. Другая сторона. Мы ставим пилочку также на боковую сторону и локоть у меня поднят. И движением пилки по направлению к центральной продольной арке пилка ложится перпендикулярно. Тут пока шаги идут по нашей стандартной схеме пила для формы квадрат. И контролирую себя через торец, что я там напилила, достаточно ли я спилила или уже перепилила. Не нужно каждую сторону выполнять сразу на готовность. Вы немножко можете подойти с одной стороны, потом сделать там несколько движений, потом несколько движений с другой стороны, чтобы себя так больше контролировать. С одной стороны, с другой стороны. Вот тут ваша задача опилить уже верхнюю арку идеально на готовность, потому что вы потом фрезами будете параллельно резать внизу, убирать ненужный материал. Итак, шаг четвертый мы с вами выполнили. Теперь в стандартной схеме по моделированию у нас шаг пятый, мы пилим нижнюю боковую параллель, но во время коррекции мы пропускаем этот шаг. Мы сразу, когда вас все 10 ноги опилены, берем фрезу конус, опиливаем шаг номер шестой, зону кутикулы, зону апекса, зону боковых валиков. Опиливаем зону апекса, и границу материала, где у нас там материал лежит. Проходимся очень-очень легко, просто для своего собственного контроля, потому что мы полигель стараемся выложить таким образом, что он уже кисточкой там лежит, настолько как бы распределен, что даже иногда и не видно, где эта граница. Это больше для своего контроля, чтобы вы точно там не оставили ступеньку. И когда вы опилили эту зону, мы переворачиваем руки и будем опиливать внутреннюю часть ногтя. Но смотрите, у Иночки здесь достаточно приличный свободный край. Я могу помочь себе фрезой барабан, то есть вырезать, наметить центральную арку, вырезать часть материала фрезой барабан. Если ногти у вашего клиента очень коротюсенькие, там вообще 2 мм выступает за свободный край, тогда конечно внутреннюю арку мы вырезаем конусной фрезой. Я намечаю арку как бы прижимая, отжимая дистальный валик, намечаю фрезой барабан. Дальше я переворачиваю, могу убрать еще часть материала, вот как бы выбираю оттуда торцом фрезы. движениями на себя вот как бы выкусываю. И теперь когда уже я не могу подойти глубоко барабанами, перехожу на конусную фрезу и уже дорабатываю всю поверхность конусной фрезой. Работаю я сейчас на форварде и вычищаю одну половину. При этом я убираю натуральный ноготь, стараюсь убрать весь старый материал, который там у меня остался после опила, когда я подготавливала ногти. и могу сказать, что у Иночки очень хорошо подняли, потому что у нас от старого дизайна вообще ничего не осталось. У нас практически ушел весь старый материал, который там был. Конусом вторую половинку я могу работать, либо подняв вертикально, вычищаю материал, либо же переключаем фрезу на реверс и работаем в другом направлении. Единственное, что, к сожалению, не все фрезы идеально пилят на реверсе. Поэтому проверяйте свои фрезы вот так вот на коррекцию, потому что если она будет не идеально пилить, то усложнит вам работу и время выполнения работы. Какой толщины должны быть у меня ногти в торце? Если я моделирую ногти в технике под лак, то толщину торца я оставляю приблизительно полмиллиметра. Если это френч, то толщина в торце 0,7 миллиметра или как мы любим часто говорить толщина кредитной карточки. Девочки возле кредитной карточки. Все говорят, что нет. Они переживают, что я буду у них деньги просить. Кредитная карточка подразумевается просто толщина банковской карты или пластиковая карта из любого магазина скидочная карта. Есть же у вас? Есть. Стараемся, девчонки, так выпилить классно поверхность, чтобы ваши ногти казались как будто бы они новые, как будто бы они заново смоделированы, как бы только сняли из шаблона. Конечно, когда у клиента бывает сильно разросшаяся гипонихия, сейчас я прям чувствую этот вопрос, хоть комментарии отключены, тогда мы просто аккуратно фрезой опиливаем вокруг гипонихия. И уже после того, как мы опилили нижнюю боковую, ой, внутреннюю арку, мы опиливаем нижнюю боковую параллель. с одной стороны и нижнюю боковую с другой стороны. Обязательно следим, чтобы они были у нас на одном уровне. И заканчиваем наш опил шагом седьмым фотошопом. вылизываем поверхность девчонки, мы пилочкой, не бафом, потому что мне часто задают вопрос, а можно бафом? А можно бафом? Нельзя бафом. Баф это такая вредная пилочка, которая при ненужности она обязательно вам снесет углы, но при нужности поправить что-то на поверхности, он поверхность только зашлифует, но не снесет. Поэтому бафом мы проходим в самом конце, а шаг седьмой мы все-таки выполняем пилочкой. Легко, 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 короткими, короткими движениями. Да, включай комментарии, потому что я уже закончила сам процесс. У нас осталось мало времени, поэтому я сейчас поотвечаю на вопросы, которые девочки, а покрою Иночка уже вам по окончанию и сиру. И вот я легонечко бафом прохожу в основном в зоне кутикулы и движение бафа в том же направлении, в котором мы двигали пилкой. Если я поправляю нижнюю боковую, я поправляю ее четко в таком же положении, как стояла пилочка. Пока уберем пыль и ответим на вопросы, если у девчонок есть, если есть, девчонки, задавайте, у нас еще там 10 минут где-то есть, да? Что делается пилкой 100 на 100? Девочки, можно, я делаю 100 на 100, можно делать 180 на 180. Ну, вы смотрите по материалу, да, если пилочкой касаетесь очень легко, можно делать обычной рабочей пилкой. Постараемся, ну, оставим запись, если не будет сбоя, запись оставим. Мой любимый материал для наращивания, девчонки, я вообще акриловик, да, поэтому полигель для меня оказался просто находкой. Выкладка почти как в акриле, вот, а работать-то поприятнее, можно так сильно не спешить и не пахнет. и стыр сохраним. Пилочка стучит по ногтю, что я не так делаю. Ставьте пилочку на поверхность и потом начинайте движение. Вы, видимо, начинаете движение пилки еще ребром, не успев поставить пилочку. Поэтому просто ставьте и пилите, а не вот так вот, да, когда стучит по... Это, насколько я понимаю, вопрос. Почему акрил глинат вслаивается? Первой причиной может быть вы работаете слишком мокрой кисточкой. Если в кисточке много-много спирта, полигель подтекает и спирт как бы разрушает немножко как бы структуру, да, что-либо акрил геля. Поэтому старайтесь работать сухой кисточкой. Кисть, спирт вам нужен только для того, чтобы вы промыли хорошо. Промыли кисть, высушили, в салфетку промокнули и только потом как бы работаете с полигелем. Ну и, конечно, может быть, зону кутикулы, любой материал может отслаиваться. Поэтому как бы следите за технологией. Для полигеля нужна база? Да, девочки, мы работаем рабер-архитектором. У нас как базовый слой на втирающими движениями наносим базу рабер-архитектор. Ну, в данном случае у нас. Кто пробовал, тот знает, что мы и укрепляем натуральный ноготь и наносим ее как базовый слой под гель, под акрил-гель, под акрил тоже. Пожалуйста, еще, девчонки, вопросы есть? Сколько у нас там минут? Восемь. Так, у нас еще восемь минут, если я могу успеть ответить вам на вопросы, если кого-то интересует что-то. Если кто-то не успел, а, ну, давай. классический маникюр лучше делать до наращивания или после. Девчонки, смотрите, все зависит очень сильно от того, какая кожа у вашего клиента. Если кожа влажная, если тонкая, я бы делала маникюр после наращивания. Если приходит грубая, толстая, заросшая кутикула, то лучше сделать до. Возможно, сделайте даже как бы маникюр на готовность на 70%. После опил опилочкой уже вы можете как бы закончить, да, перед покрытием цветом или финишем. Девочки, кисточку хрень вы должны высушить и спрятать от любого света, да, от электрического света, от солнечного света. Промыли, высушили и спрятали. Сколько по времени примерно коррекция под лак? Девчонки, у вас коррекция под лак с покрытием должна занимать не больше двух часов. Это не больше. Какую фирму полигель использую? Я использую полигель фирмы Nail Revolution. Это нашки. Одна клиентка не держится ни гель, ни акрил. Что посоветуйте? Спасибо. Ой, девочки, бывает, да, что не держится ни гель, ни акрил. Попробуйте, во-первых, материал посадить на базу, на базу, на рабер-базу, потому что у него адресия сумасшедшая. Но есть, конечно, такие клиенты, у которых вообще ничего не держится. Вот прям хоть ввозьями перебивай. Попробуйте акрил-гель. Было написано акрил не держится, гель не держится. Я просто так. Девочки, спирт у нас обычный, медицинский. Да, в Украине, полигель украине продается, заходите в директ, мы дадим сайт. Спиртом мы работаем обычным, медицинским, мы не используем там нел-препы или там клинцеры какие-то, просто чистый спирт. Девчонки, мы его иногда вообще не поджимаем. Во-первых, я делала коррекцию, да, во время коррекции мы его не поджимаем, потому что у нас еще остается старая подложка, поэтому мы рискуем ее сломать, либо не поджать вообще ноготь. А во время моделирования все зависит от техники моделирования. Если это под лак, в одно время, если это френч, то в другое время поджимаем. Тут надо понимать, в какой технике вы работаете. После наращивания полигель базу уложите перед цветом. Нет, нарастила полигелем, опилила, прошла бафом, помыла руки и сразу наношу гель-лак или финиш, в зависимости от того, что я делала. Гель-лак наносится в два слоя, каждый полимеризуем секунд по 30 и сверху перекрываем топом. Никакой базы мы на полигель не наносим. Девочки, я поняла, коррекцию миндаля мы учтем, запишем себе в план, мы вас услышали. Девочки, продукцию этой марки в Киеве можно купить в нашей студии, напишите нам директ, мы дадим либо адрес, либо сайт и зайдете, посмотрите. Хорошо, мы поняли, коррекцию миндаля слышим, ставим в план. Записали? Хорошо. Вообще, приходите на курс, мы вас тоже приглашаем. Почему руки моем? Девчонки, вы когда покрываете цветом или финишем ногти после опила, как бы вы щеточкой не убирали, как бы вы не обезжиривали, у вас все равно пыль есть, и под кутикулу попадает, и боковые валики, и под ногтями, тем более это коррекция, мы много пилили, да, поэтому я, мы руки моем обязательно, обязательно, и потом, только бы я ношу дегидратор, и после дегидратора уже наношу цвет, потому что я так и лак, гель-лак берегу, у меня не попадает пыль в бутылочку, и финиш берегу, и покрытие получается лучше. Вспомните, как ужасно, сейчас была коррекция арочная, да, кстати, мастер-класс был по арочной коррекции, когда вы наносите, помните, когда попадает пылинка, мы ее вытащить не можем, да, с цвета, это ужасно, когда будет эфир, какой будет эфир, у нас эфир, мы стараемся проверить два раза в неделю, по вторникам и четвергам, в этот четверг у нас что-то планируется, какой-то будет эфир, надо посмотреть, девочки, сейчас мы проходили коррекцию с поднятием свободного края, это были арочные ногти, это арочная коррекция была, так, ну что, девчонки, будем завершать, будем завершать с вами, у нас, в принципе, осталось три минутки, арочного миндаля коррекции, девочки, мы в план ставим, когда, я не могу сказать, следите, пожалуйста, за рекламами, да, потому что у нас уже есть определенный план и уже задействованы преподаватели, поэтому, девочки, как правильно поднять свободный край при коррекции выходного френча, давайте мы тоже это поставим в план, что коррекцию выходного френча и коррекция на миндаль, да, следите, пожалуйста, за эфирами, вам спасибо, огромное, спасибо, эфир сохраним на сутки, Все, я вас целую. Очень хотим, чтобы все сохранилось. Девчонки, до следующих встреч. До встречи.